Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством известных художников, интересных художников. Сегодня я хочу вас познакомить с художником Анри Эдмоном Кроссом. Французский художник, один из крупнейших представителей неоимпрессионизма. Настоящее имя Анри Эдмон Дилакруа, в 1884 году перевел свою фамилию с французского на английский, чтобы не оказаться в тени художника Ежена Дилакруа. Позже еще раз меняет имя на Анри Эдмон Кросс, чтобы отмежеваться от французского скульптора Анри Кросса. Данные беру из википедии, скачал картины, красивые картины. Итак, французский художник, один из крупнейших представителей неоимпрессионизма, родился в 1856 году на юге Франции в семье французского предпринимателя. Затем переехал в Лиль. Интерес к живописи у маленького Анри проявился очень рано. Его увлеченность живописью всячески поощрял кузен, это доктор Агюссуан, который первый заметил одаренность мальча. Первым наставником Кросса был известный французский художник и представитель академической школы Шарф Эмиль Карлос Дюран, у которого 10-летний Андрей Эдмон брал в руки рисунка и живу. В 1878 году Анри был принят в школу академии дизайна и архитектуры в Лиле. Получил до этого юридическое образование, потом учился в школе Бон-Вен, ранние работы написаны Кроссом в реалистической манере, тяжелым цветом. И лишь попав под влияние Мона и Сюра, известных знаменитых художников, начинает писать свои картины легким ярким цветом, яркими красками. А в 1884 году вместе с Синьяком и Сюра основывает салон независимых. Он принимает пантелистскую манеру живу, техника, раздельная мазка, точки. Очень интересно, я сам когда-то этим снимался, очень не нравилось. Но однако свои маринистские произведения, обнаженные натурой и портреты, выполняет большими широкими мазками кисти. Работает вместе с Синьяком, входит в группу неопрессионистов. Знакомился с литераторами, критиками Феликсом Феноном, Анри Жидо и Эмилем Верханом. Регулярно выставляется до конца дней, следует принципам пуантилизма. В 1904 году встречается с Анри Матисом, переживает плодотворно завершающий период творчества и обращается к мехологическим мотивам. В поздних работах чувствуется итальянское влияние, более мягкий стиль, не столь систематизированная техника рисунка. Поль Синьяк, друг Кросса, пишет, он одновременно и холодный, и методичный мыслитель, и страстный, взволнованный мечтает. Кстати, Анри Кросс был избран и президентом общества независимых. К этому времени он стал одним из ведущих художников-неоимпрессионистов. Его холсты были яркими, полными света и привлекавшими к себе внимание картинами. Первая персональная выставка его прошла в 1894 году в Парижской галерее Ежена-Друе, на которой было представлено 30 картин и 30 акварелей, переживает. Анри Кроссу порой было тесно в классической, по антилистической манере. Он писал, я не люблю догматизма и считаю, что счастлив тот, кто нашел соответствующие его темпераменту средства выражения. 16 мая 1910 года Анри Эдмонд Кросс в Дилу Круа скончался на 55-м году жизни Синклери, где его хоронят. Вот примерно такая биография, все то, что я нашел в интернете. Надо сказать, что некоторые его картины, к примеру, в 2013 году на Сотзбе было продано 4 картины. Провансальский пейзаж за 87 тысяч долларов, купальщицы за 301 тысячу фунтов стерлинга, на берегу Сен-Клер 825 тысяч фунтов стерлинга, а весенняя роза 1,2 миллиона долларов. Ну вот практически все, что я нашел в интернете. О французском художнике, одним из крупнейших представителей неоимпрессионизма Анри Эдмонд Кросс. Стоящее имя Андри Эдмонд Дилу Круа. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картины. Пока-пока.